В Багучанах прошла тренировка пожарных В Багучанах прошла тренировка пожарного десанта на спусках с вертолета. Самый опасный сезон еще не начался, но уже сейчас пожарные авиалисохраны готовятся к тушению огня, сдают экзамены и тренируются спускаться с вертолета. Как говорят сами десантники, чтобы спуститься, надо иметь крепкие нервы и, конечно, хорошую амуницию. Спуск сам зависит. Если вот в амуниции какой-то изъян будет, можно как-то его избежать? Значит, не допускается к спуску. Лесной пожар – это страшное стихийное бедствие, и каждый не похож на другой. Как говорят сами огнеборцы, во время работы страха нет ни у кого. Во многом благодаря тренировкам. Основное – сперва теорию знать, и потом уже практика. То есть практика в основном на земле, наземная подготовка, а потом воздушная. Вот видно там сразу со стороны, как работают. Тренировки в Багучанах проводятся совместные. Пожарные Багучанского и Кежинского районов сдадут экзамены, а также вспомнят навыки десантирования. Сегодня тренируется Багучано-Кежинское звено, значит, пять отделений. Тренировка плановая, перед пожароопасным сезоном всегда проходят тренировки. А кто не может, да, спускаться, должны быть все подготовлены. И за зиму, допустим, навыки теряются, поэтому всегда предшествует тренировка перед пожароопасным сезоном. Всего обучение пройдет порядка 120 человек. Все они готовы бороться с огнем, причем не только на территории Багучанского района, но и всей России. Остается только надеяться, что пожароопасный сезон пройдет без происшествий, и пожарным придется вспомнить свои навыки только на тренировках. Сейчас бронежилеты на липучках. Раз липучку, два липучка. То есть это все происходит быстрее. Школьники Шарыпова с экскурсией побывали в отделении вне ведомственной охраны. И первое, что им предложили, примерить полное снаряжение сотрудника. Бронежилет, спецсредства, шлем, сфера. Сейчас такие уже не используют из-за слишком большого веса. В экипировке группа задержания проводит всю смену. Выезд на объект должен происходить незамедлительно. Вот эти датчики устанавливаются на потолок, либо вот можно с этой стены, они реагируют на акустику, на резку стекла. То есть они блокируют стекла на разбитие. Познакомили гостей и с приборами, которые устанавливают на объектах. Сегодня их множество. Они могут реагировать на движение, вибрацию, открытую дверь или звук разбитого стекла. Самые современные системы позволяют вызвать охрану по мобильному телефону. Группа задержания состоит из двух человек. По сигналу тревоги могут выехать также сотрудники ГИБДД и ППС. Охранными устройствами оснащены сотни объектов города и района. В последнее время все чаще преступников манят банкоматы, часто покушаются на торговые точки. Но ни одного случая кражи на охраняемых объектах города и района допущено не было. Впрочем, выезжают сотрудники охраны не только по сигналу тревоги. Все охраняемые объекты, которые стоят в ночное время под охраной, мы осуществляем их объезд несколько раз за ночь. Проверяем двери, проверяем окна, чтобы все было закрыто, даже если сигнализация не срабатывает. И бывают такие случаи, что мы действительно выявляем, что объект какой-то мог просто собственник забыть закрыть на ключ дверь. В Железногорске прошла традиционная велогонка, посвященная Дню космонавтики. На аллее звезд собрались любители и профессионалы. Регистрация проходила заранее, и организаторам даже пришлось отказывать тем, кто заявился непосредственно перед гонкой. Число участников стало рекордным за последние годы. В прошлом году было 150 участников ровно, в этом году 180. Перед началом гонки участники делились ожиданиями от предстоящего заезда и секретами успеха. Это же начало велосипедного сезона. Хотелось посмотреть, какая форма на данный момент есть. Потому что в гонках я уже не участвовал два года, или даже три гонки. Естественно, на первое место хотим выйти. Других гарантов? Да, потом между собой будем соревноваться. На первом круге нужно экономить силы и ехать в колесо за лидером, а на следующем круге вырываться под конец. Велогонки, приуроченные ко дню космонавтики, начали проводить несколько лет назад, как первые соревнования сезона. Участников поделили на 16 возрастных категорий. Стартовали они по очереди с паузой в две минуты. Больше всего гонщиков оказалось в категории «турист» для неподготовленных спортсменов. В нее же вошли Вадим Медведев, Николай Тистоедов и депутат Госдумы Петр Пимашков. Заезд не обошелся без происшествия, однако настроение участникам это не подпортило. Вначале колесо спустило, потом шестеренки заело, но мы прорвались, наша тройка прошла очень дружно. Петр Иванович Пимашков, Тистоедов Николай Алексеевич и я, мы так все дошли, развернулись и вернулись на финиш. Одного удовольствия здесь 5 километров, 10-15, так что мы вот с Медведем сейчас отдохнем и пойдем еще два круга давать. В итоге в протоколе зафиксировано 145 участников из Красноярского края, Кемеровской области, Абакана и Москвы. Зеленогорские сотрудники Центра семьи, студенты техникума промышленных технологий и сервиса, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, напомнили простым горожанам о правах детей. С белыми шарами они проследовали по набережной, вручая всем неравнодушным атрибуты акции. Задача активистов была напомнить взрослым, что и дети имеют право на жизнь, комфорт и образование, а также призвать их защитить своих и чужих детей от любого насилия, физического, психологического, сексуального. Подобную акцию Центр здоровья Зеленогорский проводит ежегодно. В Боготольском городском краеведческом музее состоялись литературные чтения по страницам книг Оставьева. Они прошли в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство. Во имя развития». Участникам чтения мог стать любой желающий, кого трогают и вдохновляют произведения Виктора Оставьева. Первый день выступило 19 часов с открывками из рассказов для детей, а также из самой любимой и заветной книги писателя «Последний поклон». Продолжится чтение 28 апреля в Большом зале городского музея. Начинался пир горой. Какая-то неспокойность. Лихорадка, что ли, охватывала не только Лемонтьевский дом, но и всех соседей. Волохтинцы познакомились с музыкой народов северо-красноярского края Эвенков. В районном Доме культуры состоялся концерт, в котором приняли участие эвенкийский певец и композитор Владимир Хоменко, ансамбль песни и танца «Аксиктакон» и национальный ансамбль таймыра «Хейра». С помощью этнической музыки, национальных песен и танцев зрители смогли познакомиться с самообытностью, народными обычаями и обрядами коренных малочисленных народов севера. Мы сегодня познакомились с мало нам известной культурой и традициями северных народов. Я думаю, что нас всех объединяет, наверное, все народы и народности, то, что наши культуры, наши традиции говорят о любви к земле, о любви к человеку и о любви к родине. И если мы будем помнить, приумножать свои традиции наших дедов, наших родителей, мы будем помнить благодарность своей культуре, то, наверное, тогда нация, народ и наша Родина всегда будут процветать. И наша тысячелетняя Россия всегда останется великой Россией. Бурю эмоций вызвало выступление Владимира Хоменко. В своем творчестве артист соединяет как традиционные мотивы, песни народов севера, Нарьян Мар, Алиуточка, Бубин, так и современные собственного сочинения. Выступления Владимира зрелищны и эмоциональны. Но главные достоинства артиста – его профессионализм, особое обаяние и умение работать с аудиторией. Очень замечательно было. Ну, мне очень понравилось. Ну, где вот этот Володя был, выступал. И вон и песни мне больше всего понравились. Выразить невозможно одним словом. Это такое счастье побывать. Вот, вы знаете, кажется, что я побывала там на севере. Я один-единственный раз была в Тюре. И у меня впечатление такое вот необычной какой-то земли. И сюда, когда я попала, вот, мне кажется, я там с ними рядом была. Хотела бы даже вот обнять каждого. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В поселке Ключи Ачинского района прошел фестиваль любительских театральных коллективов «Рампа». Зональный этап смотра конкурса в этом году собрал драматические, эстрадные, агитационные, цирковые и прочие любительские коллективы. 29 постановок и чтецов 26 человек. Среди них много детских постановок. Я думаю, что и взрослых порадует. Вот сегодня, например, 8 любящих женщин привезет козулька. Это спектакль большой, полнометражный, настоящий. Участникам творческих коллективов предстоит побороться за первенство в разноплановых номинациях. Фестиваль такого уровня проводится на Ачинской земле впервые, и в нем выступят сразу несколько коллективов из города и района. Такая честь принимать лучшие театральные коллективы городов и районов западной группы. Я думаю, что наши жители Ачинского района, которые посмотрят спектакли, это все очень понравится. В этом конкурсе принимает участие театральная студия при Чулымского сельского дома культуры, а также театральная студия Каменской школы, которая имеет много-много регалий. Ну и пробовать себя будет театральная студия Большесолырской школы. Я желаю им успехов и, конечно же, победы в этом конкурсе. Уже опытные и начинающие артисты покажут зрителям и жюри свои лучшие работы. Театральная студия «Вдохновение» из Ачинской школы номер 5, которой выпала честь открыть фестиваль, приготовила новую стихотворную версию «Дюймовочки». О, Боже, как же это мерзко! Нет, этого мы не допустим. Кувшинки степень перекусим. Кусаем раз, кусаем два, кусаем три, кувшинка плыви! Мы участвовали в гороскоп-конкурсе театрального искусства. Заняли первое место, воодушевились и решили продолжить дальше выступления свои. Территориальный конкурс – это лишь первый, но очень важный этап фестиваля. Лучшие коллективы получат возможность попасть в финал, который состоится в ноябре в Красноярском доме актёра. Там будут выявлены 25 победителей этого года. Редактор субтитров А.Семкин